Девушки отдыхают И дали, можно сказать, вторую жизнь Сейчас они в настоящем Настоящем субтропическом оазисе Размером в 156 гектаров Между тонким и толстым мысом Геленджикской бухты У подножия Кавказского хребта Находится их новый дом Первый в Краснодарском крае Центр реабилитации диких животных Здесь есть на что посмотреть Я вас уверяю Наше общение с морскими львами продолжается Мы уже говорили, что ежедневные занятия С этими подвижными, умными и ловкими животными Это и шанс занять их мозг И возможность потренировать тело И способ приучить ластоногих К ветеринарным манипуляциям Которые проводятся в зоопарках регулярно Как вы видите, я опять у морских львов Маш, что мы сегодня делаем? Делаем произвольно программу трюки И отрабатываем ветеринарный тренинг Хорошо знакомую ему произвольную программу Мой любимец Дамир Отработал по полной Быстро и охотно выполнил все команды Ласт, рот, таргет Но сегодня моя задача Смоделировать ситуацию ветеринарного осмотра Для чего я должен заманить морского львенка На ступеньки И осмотреть, как это делал бы ветеринарный врач Но Дамир пока упрямится Дамир Скорей, скорее Да, 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 идёт Иди Выходи, выходи Иди, иди, иди скорей Молодец А теперь ступень его Дамир Хитри ты Не хитри Хитрый? Иди скорей Скорей, скорей, скорей Дамир уходит в бассейн И на помощь мне спешит Мария Хорошо Ложись Что-то, например, в реакции человека может не понравиться животному. Может какой-то взгляд, может быть, допустим, какая-то кричащая одежда их в первый раз напугала, и после этого они уже с этим человеком, возможно, и не захотят работать. Морские львы – животные достаточно умные, способные к дрессировке, к всяким сложным формам поведения. В то же время этот ум и их интеллект, он и играет с ними такую достаточно злую шутку. То есть они становятся восприимчивы к разного рода раздражениям, и, естественно, настроение в связи с этим у них достаточно часто может меняться. То есть вот что-то не заладилось с утра, встал не стой, ласты, и день, в общем, пошел не так, как предыдущий. Пойдем, 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 пойдем. Пошли. Вы хитрый, Дамир, какой. Пошли скорее. Нет, нет, нет. Смотрит на вас. Нет. Дамир саботирует занятия, обнимаясь самками и снова прыгая в бассейн. Тут главное не поддаться его обаянию и настоять на своем. Сначала тренинг, а баловство потом. Выходим. Поворот. Поворот. Сможете так попробовать? Перевернуть? Да. До места. Поворот, и можно прощупывание живота сделать. Оп. Хорошо. Пол шажочка к нему, пол шажочка. Тише, тише. Да, ну, все, все, все. Иди, 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 иди. Даже прекрасно обучаемые, обычно контактные ластоногие, незапрограммированные существа, не роботы. И Дамир сегодня работает не по плану. Конечно, тут есть и доля моей вины, точнее, тренерской ошибки. В чем моя ошибка была самая главная? Манипуляция животного прокатывает, он видит, да, вот этот момент, когда только, да, вот шаг к воде, что, ну, сейчас я подойду, ну, ты не идешь, но я подойду. И все, и он ее улавливает, и четко понимает, что вот сейчас уже можно посидеть ко мне, сейчас подойдут и рыбку дадут. Рыбку дадут в любом случае, а потом посмотрим, да? Да. Хотя мы его вытягивали каждый раз. Да, да, да. Давай стекло, да, Дамир? Вот он меня боится, боится живот мне подставлять, поэтому мы приучаем его. Давай, скорей, скорей. Хорошо. Молодец, умница. Спешка – враг дрессировочного процесса. Но этой ошибки еще не избежал ни один дрессировщик. Хочется побыстрее добиться результата, но быстро – не всегда правильно. Лучше упростить задачу, повторить трюк, который животное делает с удовольствием, и потом опять потихоньку вернуться к тому, что не вышло. Ведь дрессировка – процесс, в котором весело должно быть обеим сторонам. Ха-ха! Ха-ха! Лучше постепенное приближение медленное, чем взять что-то наскоком. Если мы постепенно, медленно приближаем какую-то цель, которую наметили для себя, практика показывает, что цели мы достигаем быстрее, нежели если пытаемся вот прям сразу же взять какую-то высоту. Метод последовательного приближения работает. Вот Дамир уже дает мне потрогать свою ласту. Это важная часть ветеринарного тренинга. Не скрою, занятие с Дамиром мне в радость, даже если не все получается с первого раза. Да и Дамир, похоже, доволен. А я... Ай, молодец! Под конец занятия Дамир все-таки взобрался на ступеньки. Но лишь для того, чтобы взять у меня рыбку. Удержать его надолго и перевернуть на спину, чтобы пощупать живот, пока что не получается. Скорей, 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 скорей! Скорей, скорей, скорей! Ну, хорош, ладно, но... Но мы все же решаем вознаградить Дамира за труды остатками рыбы. Все, малыш, все. 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 Все, Дамир, все-все-все. Не-не-не, все-все-все-все. Все-все-все-все-все. Все, давай-давай-давай. Казалось бы, да, любой дрессировщик, который с собакой, да, возможно, возможно, не любой, кстати говоря, правильный бы, наверное, и не стал бы добиваться вот, ну вот, помру я на этом месте, но ты сделаешь, что мне нужно. А мы его отпустили в конце, да, и дали ему поиграть. То есть нам важнее положительный эмоциональный фон, да, на всем занятии, чем вот мы тебя сейчас, педагоги, мы тебе сейчас научим. А оставление животного в плохом эмоциональном состоянии после тренировки очень плохо скажется на всей тренировке в целом, потому что плохим уходом, когда мы не подкрепили, когда мы что-то оставили, вот нерешенным какой-то вопрос, мы перечеркиваем всю тренировку. То есть он уже забыл за то, что его хвалили, за то, что он там что-то принес, что-то правильно сделал. Он все это забывает, и остается вот этот последний момент, где что-то не получилось. Ну да, мы-то и справиться можем потом, у нас время было. Конечно. Главное, чтобы он не обиделся. Да. Дамир не в обиде, а мы попробуем исправиться вечером. В сафари-парке живут в том числе и домашние животные. У овцы, например, за которыми нужно соответствующим образом ухаживать. Да? Да, у нас валийские овцы, валийские, они же уэльские. Данная порода в ходе селекции была доведена до того, что эта порода овец не может сама нормально перелинять. То есть шерсть растет постоянно, так же, как у группы мериносовых, например, овец, когда овца превращается вот в такой вот огромный шар, в котором там даже овцы не видно, вот одни только носные. А следовательно? А следовательно, приходится их стричь принудительно. Соответственно, с учетом скорости роста шерсти, два раза в год у нас стрижка овец плановая. Родина валийских овец вовсе не в Эльс, а кантон-де-Вале в Швейцарии. Эти животные изначально были полудикими. Они паслись на лугах и в предгоре Хальп. Отличались крепким иммунитетом, выносливостью, приспособленностью к прохладному климату и к скудной кормовой базе. В конце 19 века за дело взялись селекционеры. Овцы отбирались в направлении нужным фермерам. Так появилась новая порода овец. А в сафари-парке для этих копытных выделен целый гектар земли. Сафари-парк – это, прежде всего, большие вольеры, пространство. Это нет замкнутых клетушек, где пять на пять звери или диктон может ходить, гулять. Увидев приближающихся киперов, овцы, как и их соседи, альпаки и уариса, пытаются отойти подальше. Но поймать быка за рога всё-таки удаётся. Хотя в данном случае это овца. И когда овцу удалось уложить и зафиксировать, ветеринарный врач Иван Мороз решил начать с обработки копыт. Кипера Николай Ганжула и Александр Лазутин держат животное за задние ноги, Елена Миловидова – за голову, а малыш по имени Гаврюша с интересом наблюдает за происходящим. Гаврюша – валийский баранчик, выращен людьми, доверчивый и ручной. Ну что, Гаврюша, а ты пришёл помочь? Это биологический отец. А ты духовный наставник. Больше всех надо. Это наш младший научный сотрудник. Всё, давай сторонку. Так, теперь передняя. У биологического отца Гаврюши нет имени. Что не мешает духовному наставнику Ягнёнка в данный момент трудиться над копытами его отца. Ивану пришлось взять на себя вскармливание Гаврюши, когда мама Ягнёнка отказалась кормить отпрыска. Ясное дело, что папа, который сейчас лежит на боку, усыновить ребёнка тоже не пожелал. От барана молока как от козла, сами понимаете. Если не взять его заботу на себя, человеку, не организовать искусственное кормление, то шансов выжить у него практически нет. Поскольку даже если рядом присутствует самец, баран, он никак в выхаживании этого Ягнёнка помочь не сможет, кормить не сможет. И как-то заботиться о нём, оберегать. Вот таких отцовских ярко выраженных инстинктов у него нет. Теперь надо обработать передние копыта безымянного отца Гаврюши. Баран лежит спокойно. Ему немного страшно, но совсем не больно. Гаврюш очень интересовался тем, что происходит, что делает с его папой. Ну, как-то очень мирно. По-доброму интересовался. Ну, валялся где-то. Тебе тоже скоро будут стричь, Гаврюшка. А Лена уже принесла машинку для стрижки шерсти. Маникюры, педикюр сделаны. Пора разобраться с прической. Обратите внимание, даже при звуке работающего прибора, выращенной людьми, Гаврюша продолжает наблюдать за непростой, но необходимой процедурой. Почему она необходима? Потому что овцы домашние животные, сами себя подстричь не могут. А шерсть их имеет довольно сложную структуру, что их жизнь не облегчает. У овец, как и у других млекопитающих с густой шерстью, различают несколько типов волос. Самые длинные волосы называются остевыми. Они расположены относительно редко. И самые крупные из них носят название направляющие. Покровные волосы являются разновидностью остевых. Они выполняют защитную функцию, предохраняют кожу от ранений и сохраняют тепло. Самые тонкие и короткие волосы образуют подшерсток или пух. Они служат для более эффективного удержания тепла в шерстном покрове. Различаются волосы и по своему строению. Пуховой волос, часто извитый, покрыт кольцеобразными чешуйками с неровными краями, а внутри заполнен корковым слоем. Ось значительно толще и грубее пуха, почти не имеет извитости. Помимо пластинчатых чешуек, покрывающих ось снаружи и коркового слоя, есть еще сердцевинный слой, располагающийся по всей длине и увеличивающий жесткость волос. Покровный волос имеет промежуточное строение. В густой овечьей шерсти со временем заводятся паразиты, скапливается мусор, и это доставляет животным дискомфорт. Стрижка овцы – работа кропотливая, требующая терпения, аккуратности и точности. Да, машинка тяжелая, машинка вибрирует, и потом ощущение, как после перфоратора. С одного валийского барана можно состричь около 5 килограммов шерсти. Собственно, отчасти ради шерсти этих животных и одомашнили. Сейчас баран чем-то напоминает пуделя, но позади лишь половина дела. Я прям немножко восхищаюсь профессией стригель овец, потому что профессиональные люди это делают регулярно и в разы больших объемов. То есть у них стадо 50 овец, которые практически в одиночку надо умудриться перестричь, особенно как это делалось раньше – ручными ножницами. Для меня это в принципе непонятно. И так, чтобы при этом не порезать шкуру овцы, потому что одно дело – получить мех, другое дело – не повредить при этом животное. Став легче на 5 килограммов, баран бодро возвращается в семью. Кстати, у него сегодня праздник, он в очередной раз стал отцом. Его крошечный малыш уверенно шагает на своих четырех и старается держаться поближе к матери. А вон он, малыш лежит. По обнаружению на сегодняшнее утро, где-то ночью мама его родила. Мама овца, конечно, не ожидали совсем никак. Все у нас овцы отстрелялись еще весной. А этот вот нам подарочек на зиму. Судя по всему, его не придется выкармливать вручную, как Гаврюшу. Мама приняла малыша, она его опекает, а главное – кормит. Покуда материнские взаимоотношения с ребенком полноценные, мы лишний раз в ней вмешиваемся. Ну и правильно. Отлично. Кстати, шерсть, которая осталась после стрижки барана, не пропадет. Ведь ее можно использовать в качестве элемента обогащения среды для хищников. К примеру, для белых медведей. Значит, смотрите, мы сейчас сделаем игрушку специальную для нашей медведцы-снежинки. Мы взяли коробку, ее наполнили сеном. Сейчас наполним еще свежей шерстью. Сено пахучее, а шерсть, от которой мы стригли овцу. Совершенно верно. Свежее все. И свежее телячье сердце. Я его уже разрезал. За нашим разговором через стекло наблюдает белый медведь. Это не снежинка, а единственный на тот момент самец в сафари-парке. Седов, 18 лет. Назван в честь полярного исследователя Георгия Седова. Домашнее имя – командор Седов. Сначала мясо, да? Да. Вот так, прям, да, отличненько. Мы сейчас все равно перемешаем овечьей шерстью. Шерсть, да, свеженькая. Все, это она пахнет шерстью. Ароматно вообще прям. Да, для медведя это будет очень интересно. Для любого хищника мясо, покрытое шерстью, выглядит более привлекательно, более естественно, да, чем просто кусок мяса. Очень многие животные едят шерсть, едят шкуры, даже при наличии возможности съесть отдельно мясо. И, кстати, считается, что густая длинная косматая шерсть, конечно, тюлени ей не обладают, да, вот как раз там козы и овцы обладают в полной мере. Для многих хищников служит естественным глистогонным средством, просто механических ершек, проталкивая, соответственно, паразитов наружу. Вполне себе. Закрываем. Да, закрываем обычным методом. Отлично. Все. Наша игрушка готова. Сам бы сыграл бы мне. Пожалуйста. Оставим ее для медведя. Уходим. Да. Седов по-прежнему внимательно наблюдает за нами через стекло, хотя в его возрасте играть с коробкой уже как-то не солидно. Он просто следит за порядком на территории. По нашим меркам, это, знаете, такой уже взрослый мужчина, самодостаточный, да. Он подумает несколько раз, прежде чем сделать лишнее движение, надо ли оно ему. Наш таинственный ящик готов. И ветеринарный врач Николай Баздеркин выпускает снежинку. А теперь Иван Нагих закрывает шибер. Через стеклянный коридор снежинка приближается к нашему подарку. Вот интересно, да, она не стала курочить сразу эту коробку. Она ее обнюхала внимательно. Внимательно там изучает, что запах. Лапы не подключает еще пока. А вот и Седов подтягивается потихонечку. Ну вот сколько времени прошло, она еще не начала есть, между прочим. Немного подумав, снежинка берется за мясо. Действует она очень аккуратно, отделяя кусок говяжьего сердца от овечьей шерсти. Вот, аккуратно себе помогает. Вот удивительно, да, медвежья лапа универсальный инструмент. И может даже очистить кусок мяса от овечьей шерсти. Лапы белого медведя служат ему мощными веслами в воде, а также орудиями, чтобы хватать и бить добычу во время охоты на льду. Лапы снабжены длинными изогнутыми когтями. Так что медведь может удержать добычу одной передней лапой, а другой в это время нанести сокрушительный удар. Есть достаточно широкое такое заблуждение или миф о том, что белые медведи все поголовно левши. Не совсем понятно, куда эта история пошла. Но последние исследования, специально проведенные для того, чтобы выяснить, так это или нет, показывают, что нет, нет медведя. Белые это скорее амбидекстры, которые могут одинаково успешно пользоваться и правой, и левой лапой передней, и каких-то выраженных предпочтений у них нет. Снежинка подтверждает слова нашего научного консультанта, в равной мере задействуя при разделке мяса обе передние лапы. Иван, вы уверены, что мы шерсть положили правильно? Потому что она вообще там нужна? Вы знаете, абсолютно. Более того, самые разные зоопарки, сафари-парки, они делятся своим опытом, и кто только шатон не использует для обогащения. Кто-то огромную кожу, да, отелячил, аллоскот, кто-то всякие игрушки с шумами, да, разноцветные. Все это лишь только на пользу, да, и это новый опыт, новая какая-то материя, субстанция, да. Тем более овечья шерсть, она даже, то есть сама шерсть, она полезна хищникам для их пищевательного теракта, да, для зубов, так что здесь только одна польза, однозначно. Ну, я смотрю, может быть, она не знает о том, что шерсть полезна, потому что она очень тщательно мясо очищает от шерсти. А согласитесь, это уже интересно, как она очищает. Ее уже заставляет ее мозг уже работать чуть-чуть иначе, да, чем обыденность. Конечно. Чем в обычный день. И уже это для нее новое упражнение. Да, безусловно, я согласен. Пока Снежинка упражняет свой мозг, с одной стороны за ней продолжает наблюдать Седов, а с другой Сережка. Но Седов нюхает в основном, а Сережка еще смотрит. Седов скорее проявляет интерес к тому, что это дама. Девочка рядом, да, все-таки. Но пару, командор Седов, создал с другой дамой, с Сережкой. В результате на свет появились два очаровательных медвежонка, брат и сестра. Теперь Седов не единственный самец в группе. Малыши быстро растут, набирают вес, несмотря на то, что мама, Сережка, отказалась их кормить. И заботу о медвежьем потомстве пришлось взять на себя кипером. Сафари-парк объявил конкурс на имена для медвежат, итоги которого пока не подведены. Ждем ваших предложений. Чтобы рассказать вам о парочке красных волков, обитающих в сафари-парке, нам потребовалось время, терпение и силы. Вот я открою вам маленький секрет для того, чтобы снять вот этот вот сюжет. Мне пришлось некоторое время приучать их к себе. Я несколько раз заходил в вольер к этим животным заранее, чтобы они успели ко мне привыкнуть. Дело в том, что это очень шустрое создание. Их нужно приучать к появлению в вольере посторонних людей. Потому что, ну, мало ли, ветеринар должен зайти или еще кто-то. Поэтому они должны спокойно реагировать на посторонних людей. Да, Лена, я все правильно изложил? Совершенно верно. Чем больше мы их приучим к разным раздражителям и научим к ним спокойно относиться, тем их жизнь будет при этом проще. Лен, пойдем. Только вот дайте мне секундочку. Сначала мы оденем на меня портативную камеру, чтобы лучше их снять. Экипируемся. Кто, голодный мальчик идет? Да. Будем? Будем кушать? Кушать будем, конечно. Красный волк по имени Кай. Возраст полтора года. Выращен человеком. Здравствуй, Кай. Кай уже готов в ведро залезть. Что он, возможно, бы и сделал. Но я его опередил. Бросил ему приличный шматок мяса. Кай готов. Всегда. Кто в ведро лезет? Где, скажи, где тут еду дают? Когда мы с Леной приходили к волкам впервые, они вообще отказались есть из моих рук. Даже к Лене подошли не сразу. Прогресс, как говорится, налицо. Герда, сейчас все пропустишь. Герда, иди сюда. Герда, родная сестра Кая, опекает брата, как в сказке. А в другой сказке, редьярды Киплинга, красные волки или тхоли, были описаны как довольно агрессивные, злобные и суетливые животные. Но должен заметить, что на самом деле это не так. Они умны, общительны, хотя порою немного наглые. Кай какой наглый-то. Наглость города берет. Наш второй визит к красным волкам прошел бодрее, чем первый. Кай уже тогда начал брать еду из моих рук. Лен, вот смотрите, это третий заход. Может, ваши подопечные на третий заход окончательно обнаглели. Ты мне еще руки полежи. Тихо, тихо, тихо. Кай. То есть начиналось все с того, что он меня боялся. Они меня боялись. А теперь он даже отталкивает меня от кормушки. Вот такой у них темперамент. Да. Лена знакома с Кайем и Гердой с самого их рождения. Весом не более 500 граммов, еще совсем не красный. Такой оттенок их шерсть приобретает в более зрелом возрасте. Они обнюхивали друг друга и искали кормящую руку. Обладательницей этой руки стала Лена, которая наблюдала их первые шаги среди пицунских сосен и познакомила их с вольером, в котором они живут и по сей день. Животные, которых я выращивала лично, это красные волчата, к которым тоже у меня, естественно, более индивидуальное отношение. В том числе я здесь принимала непосредственно участие в выращивании аргутана, гиббона. И к ним я тоже очень тепло отношусь, но как-то вот в список любимчиков они у меня не попали. Самая главная любовь Елены среди всех питомцев сафари-парка – это медведица-снежинка. Ака и Герда, красные волки, занимают почетное второе место. Пожалуй, я бы тоже отдал им серебро, а золото все же аргутану на фане. Но личные предпочтения никак не сказываются на уникальности красных волков. Как показали молекулярно-генетические исследования, подсемейство волчьи может быть разделено на две группы, или, как говорят в систематике, трибы. Первая – это псовые, обитающие исключительно в Южной Америке, кустарниковые собаки, гривистые волки и южноамериканские лисицы. Вторая триба объединяет серых волков, койотов, шакалов, красных волков. К ней относится и вымерший, ужасный волк. А расхождение этих двух групп произошло более 6 миллионов лет назад. Красные волки относятся к отдельной ветве трибы волков. Эта ветвь отделилась от общего ствола еще в плеоцене, около 4 миллионов лет назад. Красные волки являются сестринской группой по отношению к разветвленной ветве эволюции волчьих, к которой также относятся серые волки, койоты и фиопский волк, а также несколько других видов. Разные авторы указывают разные датировки расхождения красных и других волков. Они варьируют от 2,5 до 4 миллионов лет. Красные волки считаются исчезающим видом и занесены во все существующие Красные книги планеты. А зоопарки по мере возможности способствуют увеличению поголовья этих красивых и умных животных. Куда? Вот и Герда пришла. Тихо! Тихо, 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 тихо. Конь Вологодский. Да. Тихо. Тихо, тихо. Там еще есть что-то? Да. Герда. Похоже, что кайф все доел. Я тебе ведро. Занимайся. Красные волки, природа достаточно выносливая, достаточно быстрая, то есть могут спокойно разгоняться до скорости примерно 45-48 км в час и на такой скорости достаточно долго преследовать свою добычу. И, помимо прочего, еще и высоко умеют прыгать. То есть до двух метров в высоту прыжки для них это нормально. По-моему, нужна просто тут хорошая беговая дорожка, на которую бы они заскакивают. Нет, еще колесо беговое, как вариант. Они носятся, им надо прыгать, им надо подскакивать на полтора метра, отталкиваться от стекла, запрыгивать на какую-то полочку. Если бы были пониже ветки у этой сосны, они бы лазили на эту сосну. Удивительно, что они до сих пор не запрыгнули на крышу над нами. Да вы им не подсказываете. Когда Ка и Герда только родились, оказалось, что у их матери нет молока. Соответственно, выкормить детенышей она не может. Активную помощь в воспитании и выращивании волчат Лене оказала парочка собак породы Вельш-Корги-Пемброк. Чтобы хотя бы нормальные какие-то поведенческие механизмы включили. Социализация, реакция на человека, чтобы прививалась более адекватно. Конечно, в иделических мечтах было, что когда-нибудь с ними можно будет гулять вчетвером со всеми вместе. Но уровень активности волчат рос просто еженедельно практически. И когда их самостоятельность переросла уже до того, что они могли на полчаса уйти сами в лес, причем за секунду ускакать на несколько десятков, а то есть пару сотен метров, и там лечь под кустом и не отзываться, а потом только через полчаса, когда у меня уже седина начала пробиваться, возвращаться обратно, было принято решение, что ради их же безопасности уже все-таки пора припарковать их в вольер. С волками, в отличие от собак, причем неважно, с красными волками или с обычными серыми, не велось длительной работы искусственной по выведению максимально дружелюбного по отношению к человеку животного. Поэтому, безусловно, природный инстинкт у них очень сильный, и хочет человек того или нет, ему придется в определенном возрасте, когда волк уже до этого возраста растет, с ними столкнуться. Как только животное, волк, почувствует, что он на равных с человеком, или, может быть, даже выше, то уже ни о каком приручении и ни о каком контроле над этим животным не может идти и речи. Вообще, еще меня поразила физическая сила этих маленьких, казалось бы, некрупных созданий, потому что, когда я держал ведро, он чуть меня его не выбил, не вырвал, наступив лапом. Даже вот в таком вот небольшом теле, конечно, очень большая кроется, и настолько они физически развиты, и, то есть, несопоставимы, я бы сказала, с собаками, там идентичный комплекс, уж тем более с лисами. То есть, очень крепкое, мускулистое такое, костистое тело. Да, маленькие атлеты, эти красные волки. Каи Герда еще совсем молодые, практически щенки. Не случайно они встречали нас повизгиванием и поскуливанием, как во время нашей первой встречи, так и во время второй и третьей. Это не страх, а щенячья радость. Но лично меня больше всего поразила сообразительность этих животных и некая эволюция их восприятия постороннего человека в вольере. Вполне объяснимая, между прочим. Я их фотографировал на телефоны. Вот как только на третий раз я пришел и достал телефон, волк подошел ко мне. Почему? Потому что как я их приучал? Я их подкармливал, я бросал им кусочки мяса, которые они любят. Но они связали. Если человек достает телефон, значит, он хороший, и можно подкормить. С третьего раза. Для животных это великолепный просто результат. Для диких животных они абсолютно дикие и принимают только служителей, которые с ними работают. Это говорит о том, что красные волки обучаемы и очень умны. Что же касается Кая и Герды, когда они подрастут, их придется расселить. Близкородственное скрещивание для сафари-парка табу. И брату, и сестре со временем подыщется пара, чтобы увеличить численность этих редких животных настолько, насколько это возможно. Под вечер мы вернулись к морским львам. Нужно завершить ветеринарный тренинг. Попробовать обработать дамиру ласты антисептической мазью. Мария объясняет мне технологию. В одной руке ядро с рыбой, на другое наносим мазь, чтобы она всегда была даже не под рукой, а непосредственно на руке. И можно начинать. Домирушка, пойдем скорее. Давай, давай, давай. Хорошо. Молодец. Ласт. Вот, смотрите. Вот он, берем ласт. Взяли мазь. Привет, Домирка. Вот. И помазали, допустим, вот эту сторону, либо вот эту вот. Вот. Раз. Все. Обработали. Пожалуйста. Заработал. Домир ведет себя спокойно. Видимо, привыкает ко мне. К тому же он видит два полные ведра с рыбой. Это значит, будет весело. Домир отрабатывает всю показательную программу чисто, без помарок. Теперь с уверенностью могу сказать, что мы с ним по-настоящему сработались и подружились. Любовь к животному, она, наверное, начинается в первую очередь со вкусной еды и чистоты. И к каждому животному нужно уметь подходить. Нужно знать просто, с какой стороны это сделать. Вот. В принципе, своем морские львы по сравнению, например, с морскими котиками гораздо более индивидуально относятся к тренерам и гораздо более зависимо от каких-то конкретных личностей. Попробуйте уложить его и вот прям ровно, чтобы он лег. Вот. Да. За такое короткое время очень быстро достичь того эффекта, чтобы Дамир очень четко выполнял команды, это большой результат. Калифорнийские морские львы чаще прочих ластоногих содержатся в зоопарках и дельфинариях, потому что охотни многих своих собратьев идут на контакт с человеком, даже малознакомым. Давайте я сейчас подойду, покажу, как он делает. Ко мне. Давай, попочка. Давай, давай, поворачивайся. Дамир. Попочка. Да. Вот так. Вот так можем мы задний холст коснуться. Проверить его маникюр, допустим, здесь. Вот он. Вот он. И обратную сторону ласта тоже посмотреть и при необходимости обработать, если нужно. И вот так. Дамир, пойдем попрыгаем-то. Пойдем попрыгаем. Поднятая вверх рука это знак Дамиру, чтобы он просто попрыгал, отдохнул и порезвился, что он и делает с превеликим удовольствием. Хороший. Давай так постоим. Вот, молодец. А еще давай. Весь репертуар команд, которые, допустим, развлекательные, сделаны на 100%. Медицинский тренинг на 80%. Отлично! Эй, молодец какой! Вот тебе на, побольше. Даже не захотел. Все. Я думаю, что все. Мы победили. Господа тренеры, что скажете? Отличная работа. Играем? Максимальный результат из возможных. Потому что обычно животное передается другому тренеру длительное время. Заводим человека, показываем, рассказываем рядом, выполняем команды вместе. Иван Игоревич влился очень быстро в коллектив, очень быстро в работу. И буквально за 4 занятия освоить тот багаж, который мы даем людям, допустим, за месяц, за полтора. Класс! Скоро Дамиру и трем самкам Натте, Лоре и Лапсе предстоит переезд в новый зимний вольер. А в их вольер переедут белые медведи. Я почти уверен, что все пройдет гладко, но они будут забегать вперед. Такая рокировка происходит в сафари-парке каждую осень. И проводится она для того, чтобы животным было комфортнее переносить, в общем-то, совсем не морозную геленджикскую зиму. Спасибо не медведи, ни морские львы не скажут, как и выращенные вручную волки и овцы. Их благодарность выражается невербально, но ее можно ощутить в их спокойном поведении и в доверии к людям, от которых в сафари-парке они видели только хорошее. Ведь тут, как говорится, и овцы целы, и волки сыты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова